Здравствуйте, дорогие друзья! Вчера я снял генеральную репетицию к открытию первого космосада на Земле с древом чудес, древом новой жизни, с новодетским деревом, древом Скайруса, древом Винируса и древом Океаруса. Вы видите, сегодня это древо не только зацвело, но и заплодоносило, чего только не растет на наших деревьях чудес. И яблоки, и бананы, и даже лимоны. Вы помните, бабочка выступала у нас лимонница, ну а плоды и деревья чудес лимоны. Цитрус Винирус, мандарины и лимоны, венерианские и цитрусовые. Малус Скайрус, марсианская яблоня, что ботанику надо знать. И даже груши, пирус Скайрус. Да, это все родственники. Родственники, родственница. Все это разоцветные. А бананы? Муза Дориала. Что? Муза это по-латински банан, между прочим, чтобы вы знали. Да? А где мои древомузы? Вот она. Я забыл свою дорогую гитарусию поставить сюда как украшение, потому что петь с ней сегодня я не буду. Ну, пусть постоит как декорация. Мать всех древомус, гитарусия, мать детских музыкальных инструментов. Да, здесь вы видите чурбачки, доски, окоренную сосну, березу, горбыли. Все это нужно для обустройства космозоу. Космосада, детского сада для бабочек. Как вы помните, я их выпускал из подарочных коробок, из своих энтомологических конвертов. Вот я принес вам еще. Почему, почему все это так произошло, и я снимаю еще эту добавку, потому что я не снял вчера свою любимую бабочку. Это мамины глаза на небесной России. На земле это павлиний глаз. И вот вы думаете, чтобы наловить бабочек, надо обязательно идти в какой-то лес, на какие-то поляны сказок и чудес. Нет, скажу я вам, дорогие мои. Вчера по дороге домой, вот в городе, да, там где стоят высотные многоэтажные дома, вот посмотрите туда, вот там дом высотный, девятиэтажный. И там на дорожке сидел павлиний глаз, я пригласил его выступить в нашем космосадике. И он согласился, вы знаете. А второго я нашел у себя в подъезде. Вот он тоже уже в этой коробочке. Прошу любить и жаловать. Выходите, гости дорогие. Вот они уже здесь. Они уже здесь. Посмотрите, они сложили свои крылышки. Видите, все как в жизни и делается в игрушках. Вот эти крылья с задней стороны тоже коричневые. Сейчас я смочу пальчики на всякий случай, чтобы им было приятнее в нектаре. И вот приглашу тебя выйти из этой коробочки. Давай, не бойся. Вот. Вот это павлиний глаз или мамины глаза на небесной России. И сегодня я с тобой тоже исполню одну песенку. Видите, он кушает. Он или она. Мечтокрылый крылорук или мечтокрылая крылоручка. Она ест этот нектар. Вот. Своим хоботком. Так. Давай. Перелезай на небесную Россию. Вот здесь у нас Калининградская область. Пожалуйста. И покажи детишкам свои прекрасные крылья. Ну, давай. Я приказываю тебя. Тебе. Ведь я генерал армии крылоруков и мотельонов небесной России. А? Ну, дорогие друзья. У нас демократия. Приказывать здесь нехорошо. Вот когда захочет, тогда и покажет. Ну, а ты? Ты? Вот кто ты? Ты крылорук из подъезда или мечтокрыл с тропинки чудес? Так. Видите? Я их достаю. Давай. Иди. Иди ко мне на пальчик. Вот. И этот мечтокрылый крылорук тоже вылез. Я тебя посажу на крылоруки. Садись. На крылоруки атлантов, которые держат небесную Россию. Вот. 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 Такие у них красивые крылышки. Вот. Ну, а в этой волшебной коробочке Россия, да? Вы помните, у нас происходит сейчас чемпионат мира по футболу. Сидят златоруки. Златоруки это перламутровки. В прошлый раз они тоже выступали со мной. Сейчас я поймал для вас тоже две новых маленьких перламутровки. Иди сюда. Вот. они вылетели. И сел на крыло пестрокрыльницы изменчивой. На игрушечное крылышко. С тобой я выступал. И ты точно так же сидел на моей руке. Вот. Он умывается. И расправляет свои крылья. Давай. Тебя я высажу на левую крылоруку. Крылоручку. На мечтокрылые руки. Вот эти мамины глаза тоже распустили сейчас свои крылья. Но потом их сложили. Вот. Это у нас златорук. Это мой папочка. Привет, папочка. А это мамины глаза. Сейчас они сложили свои крылышки. Вот. 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 Посмотрите. Оп. И сложил. Вот. Так. Значит, перламутровок с павлиними глазами мы с вами высадили. Махаона я тоже сегодня видел и пригласил в наш космосат, но он сказал мне, что у него есть девушка и она ждет ребенка и он не может покинуть свой лес, потому что я выпущу, выпущу всех вас, дорогие мои, как я вам и обещал. После выступления я выпущу вас на свободу. И я вам это покажу, дорогие дети. Я всегда сдерживаю свои обещания, тем более данные мечтокрылым крылорукам. А то иначе они не будут меня слушаться. Вот. Он полетел к солнцу. Он думает, что это солнце. Хочу сказать еще по техническому описанию. Вот. Вы помните, я показывал вам эскизы. Вот. Что такие деревья чудес и страну фантазию надо укомплектовать чудом света. Фито чудо света. Вот. Вот. Я показывал вам колонну, небесную колонну. Это и есть древо чудес. Вы видите, по форме она напоминает герб нашего города. То есть, это колонна, это звезды, я вам говорил. Вот. И бабочки мои звезды, летающие цветы. Вот. Они начинают летать. Оклемались немножко и начинают летать. Я буду их потом приманивать с помощью сахарного сиропа. Вот. Он сел ко мне в шкаф. Посмотрите, как он красиво смотрится на сосновой доске. Вот. Вот в эту баночку я накрыл яблочками. Напомню вам, что баночки, видите, они не очень красивые. Сюда я посадил брюковиницу. Да. Это тоже белянка, родственница капустницы. Вот. Я тоже ее выпускаю. Артистка, она никудышняя. Людей они боятся. Ну как же. Люди стремятся изничтожить их. Ведь это вредители. Они едят ваши овощи с ваших грядок. Капустницы, брюквеницы, репницы и даже боярышницы, которые вредят как раз плодовым культурам, яблокам. Вот. Все это принадлежит человеку. Ни-ни, не смей, иначе мы вас будем травить. Ну, у нас на небесной России вам бояться нечего. И вот, дорогие мои зрители, дорогие дети и взрослые дети. Остальных бабочек я выпущу прямо из вот этих своеобразных энтомологических конвертиков. Не буду их мучить пересадками в коробке. Вот я здесь разместил их сложенные крылья. Посмотрите. Это перламутровка пафия. Давай. Она как будто бы так, давай, давай. Вот. Садись. Прошлый раз ты тоже была гостей нашего космосадика. Вот. Я пересаживаю тебя на крыло руки. Здесь ты отдохнешь и наберешься сил. Они немножко, в шоке. Вот. Они должны чуть-чуть ожить после перевозки. Тропические бабочек тоже транспортируют в энтомологических конвертах. Надо быть очень аккуратными, осторожными. Я ловлю их пальцами, как я вам говорил. Да, даже без сачков. Стараюсь не травмировать. Потому что это очень нежное создание. Так, здесь у нас здесь у нас лимонницы. Я поймал вам мальчика и девочку. Я напомню, что мальчика и девочки отличается тем, что мальчик более желтый. вот, садись на лимон. Лимонница на лимоне. Ну, где вы такое еще видели, кроме как космозол? Он не захотел сидеть на лимоне. Здесь он слишком гладкий. Но это мальчик, он желтенький. Он желтенький. А девочка беленькая, то есть она более светлая. Белянка, блондинка. Принадлежат они к роду лимонниц. Так, но это у нас здесь немфолитка, ленточник Камилла. Иди сюда, иди ко мне на ручки, не бойся. Вот, после путешествия в энтомологическом конверте они немножко в шоке, как я вам говорил. Ну, садись на яблочко. Они все любят фрукты. Садись на яблоко. Но эти фрукты из магазина, поэтому для них может быть они не представляют особый интерес. Хочу обратить внимание, что это крыло порвал не я. То есть в природе у них много врагов, хищники. И вот они хватают их за вот такие пестрые эти пятнышки на крыльях. Думаю, что это голова, думаю, что это глаза. А бабочки спасаются, теряя часть своего крыла. Летать они все равно могут. Я поймал для вас два ленточника Камиллы. Вот он. Это очень прекрасная немфолида. И вот второй ленточник. Кто здесь? Ты здесь? Да. Здесь второй ленточник. Иди ко мне. Вот он тоже немножко потрепанный немножко жизнью. Но это не я. Не я, потому что так человек порвать крыло не может рукой. Я еще раз напоминаю, что я с ними очень бережно и аккуратно обращаюсь. Вот, садись на сосну. Вот, они любят натуральные натуральные подставки. Основу, на которой они могут сесть и отдохнуть. Так, значит, дальше идем. Лимонница, напоминаю. Перламутровка. Красная это перламутровка. Адиппа. Красный, красный златорук. Вот он. И это перламутровка пафия. Перламутровка большая лесная. Большой лесной златорук. Так, а это вот у нас лимонница девочка. Видите, она беленькая такая. Беленькая. А, она прилетела и села мне на ногу. Я сейчас, видите, в рабочих штанах. Я подставлю и пальчик. Испугалась. Ну, я давайте намажу ей пальчик нектаром. Вот, сахарным сиропчиком и поднесу ей. Она дрожит, она испуганная. Вот, давай, давай, попробуй. Ну, ей сейчас не до еды, сами понимаете. Я просто попробую ее пересадить на, вот, на лимон. Вот, мальчик у нас полетел туда, но сейчас они, может быть, встретятся. Садись на лимон. Она дрожит. Видите, она боится. Она даже уже с моего пальца не хочет слазить. Вот, попробую, чтобы она зацепилась за деревяшку. Ей так удобно. Они очень любят деревянные. Вот, она полетела к мальчику. Девочка полетела к мальчику. Так, ну, сейчас мы освободим всех, всех мечтокрылых крылоруков. Мы их освободим. Так, здесь у нас должен быть кто? Еще один павлиний глаз. Дорогой мой мечтокрылый крылорук. Выходи. Еще одни мамины глаза. Третьего я поймал просто на цветах. Вот, он сидел, ел нектар. Вот, представьте себе, как вы верите в инопланетян. Вот, я его посадил сюда. Предварительно это растение тоже намазал нектаром. надеюсь, ему здесь понравится. Он может сразу поесть. Вот, представьте себе, гуляете вы по лужайке, тут с неба какие-то огромные руки, ну, или там лучи из летающей тарелки, забирают вас, складывают в какие-то непонятные пакеты и везут в какой-то свой непонятный центр для каких-то представлений. А потом возвращают, возвращают, ведь инопланетяне добрые. Как и я, директор космосада, директор космозол на земле первого космосада с бабочками, в том числе тропическими. Ну, сейчас я показываю наших. Так, вот здесь углокрыльница, ее я схватил у ЗАГСа нашего, да, шел на работу и схватил у ЗАГСа. Так, цепляйся, вот, это тоже нимфолида, она родственница павлиньего глаза. Вот, она тоже очень красивая, крылышки, когда она раскроет, вот, и сядет вот в таком вот виде, они тоже желтенькие, вот, почти такие, похожие на крылья перламутровки, только она поменьше. Видите, у меня закончились конверты, и я стал паковать бабочек в музыку. Вот это у нас воловий глаз, вот, вылетает, видите, это бархатница, вот, она села на мою гитарусию, моя дорогая. Павлиний глаз я вам показал, а это тоже такой своеобразный златорук, у него желтые цвета, это девочка, мальчик тоже сильно отличается, ну, сиди на моей гитарусии, посмотрите, воловий глаз, или волоокая бархатница, волоокий сатир, вот, он выглядит вот так. Как видите, очень много видов, почти как на выставке тропических бабочек, я вам напомню, что космосат, древо чудес, древо жизни, когда оно наполнено бабочками, и древо чудес винируса, когда оно наполнено тропическими фруктами, цитрус винирус, малус скайрус, пирус скайрус, муза дареяла, да, сколько много экзотических фруктов растет на наших деревьях чудес, и когда оно наполнено бабочками, оно является древом жизни скайруса, а когда вокруг такого дерева происходят концертные выступления, сюда прилетел павлиний глаз, посмотрите, то оно становится древом души океаруса, древом детской души, древом детских фантазий, сказок, страна чудес, вот углокрыльница сидит спокойно, вот я напомню, что вот здесь я прикладывал вот этот шкаф, я сейчас всего сюда не поставил, вот, что это образ небоморья, страны фантазий, которая может существовать отдельно в виде ландшафтного универсального квадрата скайруса, лук скайруса, ну, что-то наподобие цветочницы, окруженной цветниками, наподобие песочницы, да, окруженной цветниками, и со скамейкой, и ступенькой, и которую можно превратить в сцену для выступлений, в том числе для детских выступлений, вот, ну, что ж, бабочек рассадили, ленточник Камила, посмотрите, какой красавчик, вот у него нижняя сторона крыльев, не менее красивая, чем верхняя, перламутровки раскрыли свои крылья вверх и нижняя сторона тоже, обе стороны красивые, углокрыльница, вот еще одна перламутровка села на бабочку, волоокая бархатница села на мою гитарусию, брюквенница наша, green veined white зелено с зелеными прожилками, белые с зелеными прожилками, боярышница по-английски black veined white белые с черными прожилками, репница у нас small white маленькое белое и large white капустница большое белое, видите, у англичан нет такой фантазии, как у нас у русских, чтобы назвать всех этих бабочек вот лимонница это крушинница лимонная видите, она пересела к окошку вот к окошку ну они немножко в шоке пусть летают кто-то может выступать кто-то нет так вот она устала не буду я ее беспокоить они замучились тут еще немножко паутинки есть ну пусть посидят тут павлини глаза у меня видите разлетелись сели по шкафам вот когда вы если вы скомплектуете такой космосад поставите у себя где-нибудь дома например да в детской комнате или если это детский сад где-то в фойе или в группе то есть напоминаю что это просто конструкция для цветов комнатных тропических цветов которые и так везде есть и бабочки это просто как насекомые которые будут на них жить я напоминаю что цветы рассаживаются именно те которые можно и допустимо применять в озеленении детских помещений общественных помещений необходимо устроить кормушки с нектаром да то есть сюда бабочки будут ну сейчас им не до еды они все напуганы вот я даже не буду их сейчас беспокоить вряд ли они будут есть вот некоторые полетели к окну как лимоницы вот они сели здесь там где-то вторая некоторые разлетелись по шкафам да павлине глаза мамины глаза вот а некоторые сидят вот прямо на россии на небесной россии на крылоруках которые ее держат а некоторые сидят там где я их посадил вот на марсианское яблоко которое плодоносит на древе чудес яблоневый марс на марсе будут яблони цвести помните как в песне вот вот так вот можно этих бабочек рассадить вот волшебные чудо миры я напоминаю что океарус это нимб земли научно-исследовательская межпланетная база сама земля это океания ну кому как удобнее наша мать земля может остаться землей без проблем а вот скайрус столица российской небесной федерации это бывший марс и венирус от слова венер шпон напоминаю все будет отделано ценными породами дерева корень тополя и бензи брана дух береза прочее это бывшая венера венирус ну скайрус скай раша надо понимать небесная россия столица российской небесной федерации также напоминаю что проект российской небесной федерации это детский проект он и научно фантастический и ненаучный просто детский развлекательный можно объединять все в том числе любовь к природе и любовь к звездам любовь к бабочкам дети любите бабочек посмотрите углокрыльница тоже сейчас расправится